10 августа, 9.33 утра. В МЧС поступает звонок. Горит Успенская церковь. Пожарные прибыли на место спустя 10 минут. Несмотря на все усилия, за час памятник уничтожен почти полностью. 42-метровую Успенскую церковь мастера 18 века возвели на самой высокой точке мыса. Храм всегда был визитной карточкой Кондобоги. Он изображен даже на гербе города Бумажников. Ее называли одним из лучших образцов русского деревянного зодчества. Среди шатровых храмов это и вовсе был главный памятник. Тем не менее, говорить об Успенской церкви в прошедшем времени не стоит, ведь ее восстановление лишь вопрос времени. О восстановлении храма в республике заговорили еще в день трагедии. Вечером того же дня пришли к нам в приход депутаты нашего райсовета с тем, чтобы подтвердить твердое намерение общества Кондобогского воссоздавать храм. Это наш храм, так они прежде всего говорили. Какие бы ни были решения, мы не допустим, чтобы не было на этом месте Успенской церкви. По просьбе главы Карелии средства на восстановление храма стал собирать благотворительный фонд «Северный духовный путь». Его руководитель Александр Лосенковский признается, предложение Артура Парфенчикова о сборе средств принял за честь. Деньги присылали со всей России. Переводы не прекращались даже в период пандемии. Сейчас собрано почти 9 миллионов рублей. Хотел бы отметить благотворительный фонд имени Ахмада Кадырова и Валаамский монастырь, который перечислили по миллиону рублей. Самое крупное пожертвование физических леса – 700 тысяч перевел мужчина из Петрозаводска. Мы не можем разглашать фамилии без согласования с благотворителем, поэтому пока он безымянный остается. Сбор средств продолжается. 325 тысяч рублей потратили на возведение защитной конструкции, еще 25 тысяч на благотворительные мероприятия, рекламные щиты на дорогах и другие работы. Все работы согласуются рабочей группой и утверждаются попечительским советом. Он же утверждает распределение средств и контролирует их правильное перечисление. Помогали не только деньгами. На место приезжала экспедиция из 11 добровольцев проекта «Общее дело». Они маркировали оставшиеся части сруба церкви. Руководитель проекта, отец Алексей, рассказывает, что на пожарещей волонтеры застали людей потерянными в состоянии настоящего траура. А добровольцы, которые приехали, они приехали для того, чтобы работать. И такие прямые вопросы, что делаем? Они как бы помогали тем, кто переживал такое большое горе. Были разобраны завалы, были промаркированы и разобраны оставшиеся части сруба для того, чтобы дальше можно было принять решение о том, каким образом, в каком формате восстанавливать, возрождать этот храм. Разработка проекта «Восстановление Успенской церкви» должна завершиться в этом году. Все чертежи уже выполнены. В Министерстве культуры проект высоко оценили еще на стадии эскиза. В принципе, проект был одобрен и получил очень высокую оценку, потому что разработчиками проекта был поднят очень большой блок архивных документов, проведены дополнительные детальные исследования памятника на месте и, собственно говоря, обоснованы все свои проектные решения. Сейчас с учетом пожеланий экспертов корректируется смета. Утверждать подрядчика будут представители архитектурного и реставрационного сообщества. Специалисты подчеркивают, Карелии нужен не новодел, а восстановленный храм. Поэтому работать на месте должны настоящие мастера своего дела. Любая деревянная постройка, конечно, должна быть восстановлена с перебором, сруба, с заменами деталей. И это не означает, что она исчезает. Она просто живет такой жизнью. Это, естественно, такой организм деревянного храма. На прощание отец Лев признался. Он надеется дожить до того момента, когда внутри восстановленного храма пройдет первая служба. Эдуард Турев, Сергей Беляев, Владислав Петров. Служба новостей.